Всем привет! Сегодня могу менять системную плату на пятом айподе модель А1421. Принес мне товарищ два айпода. Один целый, как видите, другой разбитый в хлам. Вот, здесь у нас этот айпод у нас на айклоде. Вот, на разбитом, все в порядке. Поэтому я снял системную плату. Вот так она выглядит с разбитого айпода. Сейчас мы будем ее переставлять. Две камеры здесь остались, фронтальная. Ждем активации и, как видите, активировать невозможно, потому что код мы не знаем, непонятного происхождения данный айпод. Откуда вам остаётся только догадываться. Низкий уровень заряда. Итак, отключаем аппарат. Начинаем со снятия дисплейного модуля. Вот, он крепится к корпусу клипсами. Сбоку, здесь и здесь. И в нижней части, помимо клипс, которые здесь вот находятся, еще и двусторонним скотчем прикреплен сбоку, с двух сторон кнопки HOME. Поэтому предварительно прогреваем низ. Остались. Так, о чем он, стоит. Кор放ать, а он вне. Я не могу просто николай,473 Продолжение следует... 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 Шесть одинаковых винтов, по три с каждой стороны. Далее в верхней части у нас идут винтики покороче. Два маленьких коротких винта. И вот в этой части у нас заканчиваем раскручивать. Металлический экран аккуратно с кнопкой home. Вот она через ремень, через шлейф, точнее соединяется системной платой. Вытаскиваем металлический экран. Итак, тут запомнить при обратной сборке будет несложно. Тут у нас все одинаковые винты, кроме вот этих двух верхних. Они у нас покороче, все остальные одинаковые. Итак, отстегиваем камеру от дисплейного модуля. Снимаем системную плату, откручиваем точнее все те же винты. шлейф дисплея. Отклеиваем аккуратно. Снимаем с разъема батареи такую вот наклеечку металлическую, алюминиевую. Далее снимаем кусок каптонового скотча с того же разъема. алюминиевую. Здесь нам необходимо будет отпаять батарею, как у всех моделях iPod'а. Алюминиевую. Алюминиевую. здесь у нас находится антенна Wi-Fi вот через коаксиальный кабель здесь он соединяется системной платой аккуратно и отстегиваем далее отстегиваем дисплейный модуль touch screen и дисплей с этой стороны сняли дисплейный модуль здесь не имеет не имеет разницы либо вы оставите камеру или либо вы ее снимете вместе системной платой здесь я системную плату на разбитом ipod снимал вместе с камерой поэтому поэтому можно снять не отстегиваю камеру вместе с системной платой и здесь у нас еще разъем шлейфа отстегиваем вот у нас системную плату освободили освободили снимаем батарейку здесь здесь нет никаких жгутов на шестых айфонах на пятых она достаточно легко без реформации практически отстегивается таким способом откручиваем нижний модуль системной платы, здесь у нас кнопка Home. Покажу поближе. У меня есть два наушников. Здесь винтики уже идут другие. Раскладывайте их, чтобы не перепутать. Разъём зарядки. Так, вроде всё открутили. Аккуратно извлекаем нижний модуль. Помимо винтов, конечно же, у нас частично сторонние скотчи. Сняли системную плату. По сравнению с предыдущим айподом, с четвёртым. В разборке, сборке системная плата пятого айпода, я считаю, намного проще. Вот и дисплейный модуль, сбор дисплейного модуля, на мой взгляд, намного проще и быстрее, чем на предыдущем. Вставляем нижний модуль. Новые системные платы. Тут уже у меня, как видите, чёрный разъём наушников. Здесь на розовом каркасе был белый. Я думаю, ничего страшного-то нет. Винты тоже здесь уже чёрные идут. Это у меня винт остался с того и пода. И так, вставляем разъём зарядки. Наушники до совпадения с отверстиями. Динамик. Тут у нас прилег винтик. Установили. Совместили отверстия винтов. Закручиваем длинный винт. И здесь у нас... два одинаковых. итак нижний модуль готов устанавливаем непосредственно саму системную плату начинаем с пристёгивания шлейфа шлейфа кнопок и коаксиального кабля Wi-Fi антенны отставить пристёгиваем сначала дисплейный модуль сам запутался никак не попал до Пристегнули, здесь полный модуль, далее, вставим Майпот вертикально, пристегиваем шлейф, кнопок, пристегиваем Коаксиальный кабель Wi-Fi антенны, вот он у меня находится Вот здесь вот Далее, вставим камеру, устанавливаем системную плату Три винта одинаковых системной платы Они звонят Поставлено безвучно Устанавливаем батарею Сразу приплаиваем Приплаиваем Удаляем флюс Разъем наклеиваем кусок каптонового скотча Прокладку обратно ставим Защитный металлический экран Продеваем в отверстие кнопку HALL Отставим металлический экран, совмещаем отверстия Ну и дальше уже все просто, здесь у нас два коротких винта, здесь и здесь вверху, все остальные винты у нас Одинаковые Причем в некоторых комплектациях Вот я уже не каждый раз разбираю На iPad 5 Почему-то Вот в этом отверстии Вот здесь вот внизу Иногда идет винтик длинный На некоторых iPad'ах Не знаю почему Вот иногда короткий Иногда длинный То есть Не суть короче Совмещаем кнопку HALL С отверстием также Нормально Затем Деяну Затем Живей С отверстием Защит и финальные два коротких винтика Дисплейный модуль вставляем сверху Вводим пазы и опускаем, застёгиваем по периметру клипсы Прогреем скотч нижний, можно это сделать сразу, конечно И вот у нас системная плата уже без iCloud Торисованная гигра, 8.2 Вот такие дела Всем спасибо за внимание, друзья Я доф, только что мы поменяли системную плату Опять вам iPod, кому-то пригодится Кто-то просто посмотрит Всем спасибо за внимание, удачи в работе, в жизни, в ремонте До новых встреч, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok